Почти все страны устанавливают свои уровни воздействия на человека для беспроводных технологий, основываясь на рекомендациях Международной комиссии по излучениям, не имеющих никакого отношения к последствиям долгосрочного воздействия беспроводных технологий на здоровье человека. Итак, если я совершаю звонок, давайте я позвоню. Если вы звоните, это будет постоянно, поскольку вы устанавливаете двустороннюю связь. Окей, давайте попробуем. Пока мачта не примет, это идёт соединение. А вот теперь он в режиме вызова. Это идёт вызов. Эта волна исходит от моего телефона к базовой станции, передаётся от неё дальше. А это вызов принят. Просто ужасный звук. В общем, вот что ваш телефон излучает сквозь вашу голову всё это время, пока вы разговариваете по нему. Мобильные телефоны. Сложно себе представить иную технологию, ворвавшуюся в нашу жизнь быстрее мобильных телефонов. 25 лет назад это было не более чем забавной диковинкой. Сегодня, более 4 миллиардов из нас обладают одним из них. Средний возраст, когда ребёнок сегодня получает свой первый телефон, всего 8 лет от роду. Мобильный телефон работает по принципу отсылки и принятия микроволн, между ним и базовой станцией. Таким образом, прижимая телефон к своей голове, вы неизбежно подвергаете свой мозг воздействию этих волн. Реагирует ли мозг на это воздействие? Недавнее исследование, проведённое в США, показывает, что это именно абсолютно так. Работа была проведена доктором Норроу Волкоу. Вместе со своей командой она тестировала целый год 47 здоровых людей. Участникам опыта прикладывали сотовый телефон к их левому и правому уху. Один из аппаратов был активирован, но заглушён. Второй был выключен. Доктор Волкоу использовал оборудование для сканирования мозга, чтобы выяснить, сколько глюкозы может поглощать мозг при воздействии микроволн. Глюкоза – очень чувствительный маркер для выявления изменений в активности головного мозга, возможно, вызванных определённым воздействием, которое в данном случае оказывал сотовый телефон. Когда мозг стимулируется, он поглощает глюкозу, так же, как автомобиль поглощает топливо. 50-минутное воздействие сотового телефона было связано с увеличением поглощения глюкозы головным мозгом, и это указывает, что деятельность мозга стимулировалась радиочастотным излучением, исходящим от аппарата. Этот участок мозга находится очень близко к антенне. Здесь заметно наибольшее увеличение метаболизма. И сравните ситуации, когда оба телефона были выключены. Даже несмотря на то, что излучения, исходящие от телефонов нынешнего поколения, весьма слабые, они способны возбуждать человеческий мозг, вызывая подобный эффект. Используя заглушенный телефон, в своих опытах доктор Волко доказала, что мозг человека метаболически реагирует на присутствие микроволн, исходящих от мобильного. Реакция происходит при уровнях воздействия много ниже официально разрешенных. При том, что многие заявляли, что подобное невозможно. И эта реакция, зафиксированная этим исследованием, является лишь второй позначимости по сравнению с еще более важной проблемой, то, как эти микроволны поглощаются нашим мозгом. Это стало известно как УКП. УКП расшифровывается как удельный коэффициент поглощения и является показателем того, сколько радиоволн или сколько радиочастотной энергии, в данном случае радиоволн, поглощается человеческим телом за определенный период времени, на определенную массу тела. То есть это показатель уровня нагрева, которому радиопередатчик подвергает ваше тело. УКП для мобильного телефона измеряется следующим образом. Используется искусственная голова, называющаяся Сэм-фантом, наполненная смесью глюкозы, заменяющей собой головной мозг. Зонд измеряет величину микроволнового излучения, пронизывающего искусственный череп. И вычисляет уровень УКП, основываясь на количестве поглощенной энергии. Для Евросоюза ограничение установлено на отметке 2 ватта на килограмм, для 10 граммов органических тканей, для Америки 1,6 ватта на килограмм, для одного грамма тканей, то есть лимит для США более строгий, нежели для Евросоюза. Но другие страны мира, вроде Австралии и Новой Зеландии, пользуются европейскими стандартными. Некоторые из самых популярных телефонов на рынке генерируют такое микроволновое излучение, что их уровень УКП находится у самой грани лимита. Каждый миллиметр толщины черепа помогает защитить мозг от микроволнового излучения телефонов, а значит, понижает уровень УКП. Дети получают свой первый мобильный телефон в среднем возрасте около 8 лет. Кости черепа у 8-летнего ребенка значительно тоньше, чем у взрослого. Поэтому, думаю, вы предполагаете, что телефоны тестируются при помощи искусственного черепа с толщиной кости, как у ребенка. Голова Сэмфантом обладает усредненными размерами и формами человеческого черепа, взятых у 10 тысяч человек при измерении антропометрических показателей, и она была создана как череп среднего человека. очевидно, что голова среднего человека намного крупнее, чем у 8-летнего ребенка. Но когда мы стали интересоваться данными кампании, производящей голову Сэмфантом, все оказалось даже хуже, чем мы предполагали. Сэмфантом не является просто среднеарифметическими параметрами 10 тысяч человек. Это среднеарифметические данные 10 тысяч служащих армии США. А средний служащий американской армии совершенно определенно обладает намного более крупной головой с более толстыми стенками черепа. Вполне возможно заключить, что если бы большинство мобильных телефонов тестировались на детях, этот экзамен был бы провален. А кто именно устанавливает эти стандарты? Группа людей под названием... из комитета под названием МКЗНИ. Люди, работающие над мобильными телефонами, просто инженеры. Они не имеют понятия, что происходит снутри живой клетки. Однако, важно проповедуют по этому поводу, предполагая, что единственное, что может навредить здоровью живого организма, это способность аппарата нагревать органическую ткань. Это то же самое, что сказать. Мы знаем, что если варить яйцо достаточно долго, то оно становится твердым. Однако они не знают, что если яйцо не варить, то оно превращается в цыпленка. У них нет ни малейшей идеи, как это происходит, но они упорно делают вид, что знают это. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения изменила рейтинг опасностей для мобильных телефонов, переквалифицируя их как, возможно, канцерогенно опасные для человека, основываясь на повышенном риске развития глиомы, злокачественной опухоли мозга, связанной с использованием беспроводных телефонов. Что явилось катализатором для столь неожиданного изменения статуса? Было проделано бесчисленное количество исследований по выявлению вреда мобильных телефонов для здоровья, некоторые из которых доказывали наличие подобного эффекта, а некоторые нет. Однако наиболее убедительной стала работа Леннарда Харделла. Он руководил самым крупным и всеобъемлющим исследованием, проводившимся когда-либо, объединив свои опыты с работой ученых из разных стран. С начала 90-х годов они изучали телефонные привычки более двух тысяч людей со всего мира, людей с опухольми вроде астроцитомы или невриномы слухового нерва, опухолями мозга, связанными по большей части использования мобильными телефонами из-за прижимания к уху. То, что они обнаружили, просто шокирует. Они заключили, что использование мобильных телефонов действительно увеличивает риск развития опухоли мозга. Также они выяснили, почему более ранние исследования не показывали подобного эффекта. Я думаю, существует гораздо больше доказательств того, что они вызывают рак. Да, возможно, вызывают рак. Но я вполне понимаю нынешнюю неопределенность, поскольку большинство видов рака, которые еще проявятся, просто пока не проявились. Большинство людей пока не пользуются сотовыми телефонами достаточно долго для того, чтобы истинные последствия стали очевидными. Что касается прочих канцерогенов, требуется как минимум 10 лет, чтобы вы начали замечать последствия их воздействия. Поскольку взрыв пользования мобильными телефонами произошел лишь в конце 90-х годов, неудивительно, что мы начинаем замечать последствия только сейчас. Итак, что делает телефонная индустрия для защиты своих пользователей от возможности заработать опухоль мозга? Я пролистал от корки до корки их инструкции по безопасности и убедился, что они гораздо более озабочены защитой своих интересов. В конце инструкции по пользованию почти каждого телефона есть указания, насколько далеко необходимо держать телефон от тела. Указания, по большей части, совершенно невыполнимые. Что происходит, когда телефонная индустрия финансирует исследования вреда, причиняемого ее продукцией? И это исследование выносит заключение, что последствия присутствуют? Что использование мобильного телефона действительно играет роль в развитии рака? Обычно они стараются оставить это исследование для своего внутреннего пользования. Мы просто не знаем, что накапливается в нашем организме из-за электромагнитных полей, поскольку последствия воздействия по большей части долгосрочного свойства. И это воздействие повсеместно, как повсеместны и его последствия. Мы просто пока до конца не понимаем, что мы делаем. Хотя эпидемиология ясно показывает, что использование мобильных телефонов повышает риск заработать опухоль мозга, люди из комиссии по излучениям хотят видеть прямую зависимость причины и следствия. Каким образом это происходит? Каков механизм этого? Как именно вызывается рак? Вполне очевидно, существо, настроенное в столь тонкий резонанс с частотами Земли, столь чувствительное к ее магнитным полям, должно по определению как-то реагировать на микроволны искусственного происхождения. Но годами телекоммуникационная индустрия отстаивала свои действия, задавая один и тот же вопрос, как оказалось, что они задавали не тот вопрос. Ответ мелатонин. Мелатонин является гормоном, который, верите вы этому или нет, вырабатывается нашим мозгом. Пениальный, шишковидный железой мозга. И он является весьма мощным антиоксидантом, даже по сравнению с витаминами. К примеру, мелатонин в пять раз эффективнее витамина С и вдвое эффективнее витамина Е. И он выделяется только в ночное время. А он нам необходим именно ночью, поскольку, пока мы спим, наш мозг восстанавливает клетки нашего тела. Именно в это время мелатонин выделяется, чтобы выполнить свою задачу. ежедневно наше тело теряет около полумиллиарда клеток. А ночью наше тело заменяет эти клетки посредством процесса, называемого метозом, непрямым делением клеток. Мелатонин очищает организм от того, что называют свободными радикалами. Эти свободные радикалы на самом деле лишние, свободные электроны, оставшиеся от процесса выработки энергии, исходно необходимые для восстановления наших клеток. Каждую ночь, пока наше тело себя восстанавливает, возникают миллионы свободных радикалов в качестве побочного продукта деления клеток. Эти свободные радикалы атакуют здоровые клетки. Считается признанным фактом, что эти свободные радикалы являются главным фактором, вызывающим большинство видов рака. Наши телы вырабатывают защиту против этих свободных радикалов, самый мощный из своих антиоксидантов, мелатонин. Он проникает в кровь и действует в качестве естественного антиоксиданта и естественного средства против рака. Мелатонин весьма и весьма эффективный антиканцероген. Он выступает как противоопухолевое соединение, то есть он защищает вас от рака. Он контролирует цикл сна-бодрствования, чтобы вы хорошо спали ночью и у вас вырабатывалось достаточно мелатонина. Эта молекула замедляет старение путем очищения организма от свободных радикалов. Он сохраняет вашу кожу, из-за чего она выглядит более молодой. мы собрали в нашей лаборатории 12 тысяч исследований за все эти годы. Это больше, чем исследований, опубликованных по парацетамолу, самому известному средству от головной боли. Существует гораздо больший научный интерес к мелатонину, нежели к парацетамолу. Каковы последствия понижения уровня мелатонина для человека? Что ж, если у вас пониженный уровень мелатонина, ваша иммунная система становится менее эффективной. Для начала, у вас нарушается сон, вы не можете заснуть, или если вам это удается, вы часто просыпаетесь и не можете уснуть снова. У вас могут начаться осложнения с сердцем, поскольку мелатонин также защищает и его. И вы гораздо более предрасположены к разным заболеваниям, поскольку ваша иммунная система не функционирует лучшим образом. Можно составить целый список происходящего при пониженном уровне мелатонина. И, к примеру, средняя женщина, у которой обнаружен рак груди, обладает лишь одной десятой уровня мелатонина относительно нормы для женщин ее возраста. И люди с раком простаты обладают менее чем половины уровня мелатонина, нежели должны. У детей, страдающих аутизмом, уровень мелатонина более чем наполовину ниже необходимого. Мелатонин понижен у людей, работающих в ночную смену. Так как они работают в ночное время при искусственном освещении, мелатонин у них не вырабатывается. Подобные люди, как известно, на 50% больше подвержены риску рака груди. И Международное агентство по изучению рака уже классифицировало труд в ночную смену как возможный фактор заболевания раком по причине понижения уровня мелатонина. К данному моменту опубликовано много исследований, показывающих, что люди, работающие по ночам, а также слепые люди, обладают иным уровнем заболевания рака, нежели среднестатистическое население, и большинство этих исследований поддерживает взгляд, что отсутствие мелатонина или его низкий уровень негативно влияет на здоровье. Поскольку тело восстанавливается только по ночам, мелатонин выделяется лишь тогда, когда шишковидная железа не ощущает света в окружающем пространстве. Дело в том, что шишковидная пениальная железа чувствительна к свету. Она расположена в человеческом мозге там, куда приходят сигналы от наших глаз, у перекрестка зрительных нервов. Этот участок мозга называется супрахиазматическим ядром, которое напрямую связано с пениальной железой, чтобы сообщать ей, присутствует ли свет в окружающем пространстве или нет. Если он есть, то как излучение, он становится помехой для сигналов, которые мозг обычно посылает клеткам, чтобы восстановить их. Это говорит мозгу, что ему нет смысла посылать эти сигналы, поскольку помехи просто не позволят клеткам услышать его послание. Поэтому мозг ждет, пока не наступит темнота. Какие исследования показывают, что на выработку мелатонина влияет воздействие электрических, магнитных полей, радиоволн? Что ж, институт Беттелл в Америке проделал немалую работу по этому вопросу, начиная с конца 70-х годов. Их ученые, такие как Барри Уилсон, Дик Стивенс и им подобные, начали размышлять, поскольку мы знаем, что если включить свет, то мозг перестает вырабатывать мелатонин, возможно, наш мозг не способен видеть разницы между электрическими полями, которые мы сами же искусственно создаем, и обычным дневным светом, ведь наш организм не производит мелатонин в дневное время по вполне понятным биологическим причинам. И они предположили, что, возможно, эти электрические поля подавляют синтезирование мелатонина, и что это, в свою очередь, ведет к развитию рака, в особенности рака груди у женщин, потому как у них отсутствует иммунологическая защита, которая была у них в противоположном случае. То есть мозг интерпретирует радиоволны как световые волны? Да, он не видит между ними разницы. Гипотеза, что пенеальная железа не может отличать естественное излучение от искусственных, определенно поддерживается множеством исследований. Продолжение следует... Считаете ли вы убедительными исследования, что электрические магнитные поля радиоволны неблагоприятно влияют на выработку мелатонина? Это исследование, показывающее, что уровень мелатонина у пустельги падает при подобном воздействии. Исследование, что белые аисты, вьющие гнезда неподалеку от радиомачт, выводят меньше потомства по сравнению с аистами, гнездящимися далеко от них. Исследование на разных других птицах, муравьях, пчелах, исследование на морских животных, все указывает в одном направлении. А еще есть лабораторные исследования клеток пениальной железы, которые и синтезируют мелатонин, изучающие эффекты воздействия магнитных полей на эти клетки, которые показывают, что магнитные поля нарушают выработку мелатонина практически на всех стадиях его синтеза. То есть, вы видите свидетельство этого во всех аспектах процесса производства мелатонина, доказательство подавления его выработки под воздействием магнитных полей, причем исследования рассматривают малейшие детали этого процесса. Вы бы сказали, что это практически доказано? Да, я бы так сказал, я бы так сказал, что это практически доказано. Совершенство нашего тела позволяет ему успешно бороться с выработкой свободных радикалов при помощи выработки мелатонина. Мы создали в самих себе тонкий баланс, совершенную систему защиты. Потребовались миллионы лет для оттачивания этой техники. Техники, развивавшиеся под воздействием окружающей среды. Но за последние несколько десятилетий окружающая нас среда изменилась. и изменилась невероятно. Для невооруженного глаза мир, кажется, остался прежним. Однако на клеточном уровне это самое большое изменение окружающей среды, с которым когда-либо сталкивалась жизнь на этой планете. Вполне вероятно, что такие огромные перемены неизбежно расстроят столь хрупкий баланс. И последствия для нашего тела, не производящего необходимого количества мелатонина, могут быть катастрофическими. Ученые со всего мира сегодня убеждены, что свободные радикалы могут являться причинным фактором для каждого известного нам заболевания, не только рака. В начале 20 века детская лейкемия была медицинской редкостью. Мы наблюдаем сейчас большой рост количества заболеваний лейкемии среди детей, начиная с того момента. Оно растет с каждым годом примерно на 2%. И это также относится ко множеству других болезней, аутизму, опухолям мозга, раку, уровень которого в 10-е годы 20 века был, кажется, вдвое меньше сегодняшнего. И еще много других заболеваний связываются научными исследованиями с воздействием электромагнитных полей и излучений. Не только лишь с воздействием линий электропередач, но и радиополями и полями микроволновых излучений. Потому как мы на самом деле за последние 50 лет мы погрузили себя в океан электромагнитного излучения. Оно повсюду вокруг нас, невидимое для глаз. Мы не можем его видеть, хотя знаем, что оно существует. Каждый раз, беря в руки телефон. Очень и очень сложно повернуть время вспять, если это вообще возможно. Но нам необходимо осознавать наличие этих неблагоприятных для здоровья воздействий, чтобы у нас был выбор и возможность принять меры предосторожности против них, если мы хотим этого, если мы считаем это необходимым. Меня лично беспокоит то, что происходит прямо сейчас. То, что мы, возможно, не обращаем на это должного внимания. И один из моментов это аутизм. Или, если дать ему истинное имя, спектр аутических расстройств. Не думаете ли вы, что мы приближаемся в науке к моменту, когда у нас практически отсутствует контрольная группа, чтобы протестировать вещи, подобные этой, поскольку каждый из нас имеет мобильный телефон, почти у каждого из нас есть Wi-Fi, или почти каждый подвержен воздействию электромагнитных полей. Да, мы подходим к ситуации, когда так много людей подвержены влиянию электромагнитных полей, излучаемых мобильными и Wi-Fi. Что у нас более нет контрольной группы населения, чтобы можно было пронаблюдать разницу между здоровьем людей, подверженным излучением, и здоровьем тех, кто избавлен от этого. Если позволите провести аналогию, мы выяснили, что курение приводит к раку легких. Что произошло, поскольку некоторые люди не курили, они стали той самой контрольной группой. Если бы мы все курили, мы, может, никогда бы и не обнаружили, что сигареты вызывают рак. Все бы вокруг умирали от рака легких, но это считалось бы естественным недугом, который мы просто не связывали бы с курением. С мобильными телефонами происходит следующее. Мы уже практически лишились населения, не подверженного этому воздействию. Даже то меньшинство, что не обладает мобильными, все равно окружены излучением мобильной сети, когда они идут в магазин, когда садятся в поезд, оно повсюду. Это не просто единичный случай вроде моего. В конце концов, если ты увеличиваешь количество электромагнитного излучения в атмосфере, и это мы делаем, и сегодня у нас миллионы и миллионы раз выше интенсивность электромагнитных полей и микроволн в окружающей среде, нежели 30 лет назад. Весьма сложно сказать, где мы будем через 15 лет, но я уверен, что уже через несколько лет мы обязательно осознаем, чего это неблагоприятное воздействие на здоровье стоит для нашего общества. Только тогда мы, возможно, проснемся и взглянем внимательнее на причины этого, на то, что нам делать с этими причинами. мы выдающийся и в то же время очень сложный организм. То, как функционирует наше тело, не является случайностью, и все это не сложилось за одну ночь. Как и любое другое создание на этой планете, мы адаптировались к среде, в которой существуем. К среде, которая с самого начала времен установила тонкий баланс полей и резонансов. Все это не просто окружает нас, все это делает нас теми, кто мы есть. Клетки нашего тела общаются друг с другом, используя частоты жизни. Так же, как ДНК используют электромагнитные частоты, чтобы воспроизводить себя. В корне всего протоны и электроны. Они несут положительный и отрицательный заряд, делая всю жизнь магнитной по своей природе. Мы, как и вся жизнь вокруг нас, наделены клетками криптохромов, позволяющие нам чувствовать эти поля посредством механизмов, которые мы едва начинаем понимать. Мы, существа частот, электричества, света и магнетизма. И чтобы стать таковыми, нам потребовались миллионы лет процесса, начавшегося в самой первой клетке. И хотя мы с радостью приняли беспроводные технологии и наполнили ими нашу повседневную жизнь на клеточном уровне, наши тела не смогли этого сделать. Частоты, окружающие нас сегодня, также чужеродны для наших клеток, как были бы и для наших глаз, если бы мы их видели. Наши дети рождаются в мире, в которой их тела просто не понимают. К чему это все приведет? Пока создается этот фильм, по всей планете разворачивается сеть технологий 4G. Ради этого разрешенные уровни только увеличиваются. Wi-Fi есть практически в каждом доме, школе, офисе. Он вокруг нас постоянно. Цифровые, беспроводные, дектовые телефоны почти в каждой семье. В то время, как ответственная индустрия должна высказывать беспокойство, она демонстрирует полное безразличие к нашему долгосрочному здоровью. Все решают деньги. И мобильная индустрия вряд ли станет сознательнее, как этого не произошло с индустрией табачной. Если возможны какие-то перемены, они не придут от них. Они должны прийти от нас. Нам лишь необходимо открыть глаза и разглядеть эту проблему. Фильм Джеймса Рассела Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok